МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За этими воротами начинается другая жизнь, а все как в старину. Праздник Троицы издревле отмечали на широкую ногу. В этот день все подворья хвастали своими явствами. Кто чем богат хлебом или салом, соленьями или вареньями. Гости также оценивали и убранство избы. Вот именно так выглядела новосильское подворье. Избу в те времена строили своими руками. Впрочем, как и печь была ручной работы, даже лопаты делали своими руками. Дальше украшался дом вот такими рукодельными коврами, которые также женщины плели. Люлька тоже была самодельная. Вот из дерева ее своими руками делали мужчины. Обязательно в каждом доме, в каждой избе должен был стоять вот такой вот сундук, в котором хранились все вещи. И обязательно, что характерно именно для Новосильского района, вот такие вот глиняные горшки, которые и производились в самом Новосиле. В этих глиняных горшках молоко могло долго храниться и не портиться. Орловское полесье где все веселятся, играют и хвастаются своими талантами. Одинакового подворья нет. Это, к примеру, Краснозоринское. Оно точь в точь такое же, как у бабушки Ольги Овсяниковой. Когда-то женщина точно так же сидела возле своей избы и плела шерсть. Ольга же в обыденной жизни прялку прячет в кладовку. Сейчас, говорит, времена другие. Шерсть можно купить в любом магазине. Конечно, нет. У себя дома, конечно, я не приду. А почему? Вязать вяжу, а присти не приду. Я не знаю почему. Может быть, еще не пришло то время, наверное. Это, мне кажется, приходит с годами. Что-то я не делала в молодости. Сейчас я с удовольствием это делаю. Я не вязала в молодости. Сейчас это, наверное, со временем приходит. Может быть, я думаю, что в дальнейшем это и будет. Все, что в этом подворье – вещи бабушки Ольги. Вот эти рушники были в приданном и маме Ольге, и у нее самой. Кружево – ручная работа. Впрочем, как и эти вышитые узоры. В каждом подворье есть свои рукодельницы. Вот этот, например, коврик раньше лежал в каждой комнате в доме. И он создавался своими руками. При этом делался он из многочисленных веревочек. И, кстати, рукодельницы его могли соорудить буквально за пару часов. В Орловском полисе традиционно вводили троицкие хороводы. Этим древним народным обрядовым танцем и песнями отпраздновали один из самых значимых православных праздников – Троицу. Краснодевицы к этому событию готовились заранее. Шили наряды, чтобы хоровод был ярким, и его заметили не только молодцы. По старинной традиции на Троицу нужно всегда водить хороводы. Вот такой вот круг, чем больше, тем лучше – это своеобразная благодарность Богу Солнца. И это значит, что весь будущий год будет удачным и хорошим. Те, кто постарше, водили хороводы, а младшенькие тем временем играли в куклы. Вот это так и называется – Троица. У нее три юбки. Она привлекала в дом радость и урожай. Такие куклы были на Орловщине несколько веков назад. Правда, в их нарядах больше от Тульской губернии. Три юбки, которые обозначают объединение тела, души и духа. Так же, как и сегодня, в Троицин день. Эту куклу было принято дарить в дом с пожеланием только добрых веселей. Чтобы никакая злая новость никого не огорчила. Эта кукла считалась самой-самой веселой среди всех тряпичных кукол. Мальчишки над девчачьими забавами посмеивались. То ли дело потешные бои. Надев вот такую шапку, нужно мешком, набитым соломой ударить противника. И главное – подглядывать нельзя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот так в старину на Орловщине отмечали Троицу. От одного подворья ездили в гости к другому, водили хороводы, угощали друг друга гостинцами. Здесь же, в Орловском поле, на этом поле, словно маленькая миниатюра нашей русской жизни. И это далеко не музей на открытом воздухе. Здесь можно стать участником действия и ко всему прикоснуться руками. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!